Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я Пашкиович Анна, и мы поговорим об одном агротехническом приеме, после которого ваши корнеплоды, свекла и морковь будут расти ровными, крупными и впоследствии будут хорошо храниться. Как вы уже успели догадаться, этот агротехнический прием называется второе прореживание, которое, как правило, мы выполняем во второй половине лета, где-то в середине, в конце августа или даже в конце июля, в зависимости от того, у кого какие были сроки посева корнеплодов. Второе прореживание мы, как правило, выполняем, когда наши свекла и морковь завязывают небольшие головки. Если мы не будем выполнять второе прореживание, то это будет вести к постепенному загущению наших посевов, к искривлению будущего урожая, к получению корнеплодов неправильной формы, недостаточного или, наоборот, большого размера. Впоследствии это будет больший процент урожая некондиционного характера. И мы знаем, что зрелые, хорошо сформированные корнеплоды хорошо хранятся, а недоросшие, искривленные, они, как правило, быстрее усыхают, и сроки их хранения, соответственно, сокращаются. Конечно, вы можете задать вопрос, а неужели одного прореживания недостаточно обязательно прибегать ко второму прореживанию. Да, однозначно да, поскольку у нас корнеплоды, будто морковь, свекла, репа, редис, дайкон и так далее, они все наращивают корнеплоды по радиальному типу, то есть постепенно расширяясь и утолщаясь по всему радиусу роста. Таким образом, они начинают теснить друг друга, они начинают конкурировать за пространство, за те питательные компоненты, которые они потребляют. И очень часто это приводит к снижению урожайности. Прореживание лучше выполнять по влажной почве, после того, как прошел хороший дождик, или после того, как вы пролили свои посевы. Прореживание необходимо выполнять на расстоянии в среднем 5-6 см между растениями в случае свеклы и на 2-4 см в случае моркови. А вообще эти цифры достаточно приблизительны, потому что все зависит от тех сортовых особенностей, которые характерны для вашего урожая. Для того, чтобы понимать, на каком расстоянии оставлять корнеплоды друг от друга, удаляя все лишние, нужно почитать на пакете, из которого вы высеяли семена к себе на грядку, где будет четко написано, какого размера у вас формируются корнеплоды. Таким образом вы прикинете, сколько вам необходимо сантиметров оставить между будущим урожаем. Конечно, когда вы приступаете к прореживанию, визуально оценивайте то, что у вас имеется на момент этой манипуляции. Лучше всего удалять растения, которые менее сформированные, которые уже начинают крутиться, которые, возможно, визуально вам кажется не соответствуют стандартным формам, и оставлять более крепкие, более сформированные корнеплоды. После того, как вы проредили ваши растения, для того, чтобы корневая система оставшихся корнеплодов не подсушилась, потому что мы вынимаем и в земле, в почве остаются пустоты, необходимо провести легкое окучивание. Помимо этого можно совместить это окучивание с небольшими подкормками. В частности, если мы говорим про свеклу, то она хорошо отзывается на натрий. Даже был вопрос на прямом эфире. Конкретно спрашивали люди о том, что можно будет высаживать после свеклы, после того, как ее поливать раствором соли. Отвечаю в этом видео, что все будет зависеть от того, насколько вы вдумчиво будете проливать вашу свеклу соляными растворами, если мы говорим про обычную столовую соль натрий-хлор, то доза будет меньше столовой ложки на ведро воды. То есть такая небольшая, совершенно небольшая концентрация соляного раствора. И проливаем не чаще двух, максимум трех раз за сезон. Также свеклу после прореживания можно немного побаловать бором из расчета пол чайной ложки на 10 литров воды. И просыпать почву золой. Потому что свекла не любят кислых почв, любят более подщелаченную почву. Надеюсь, после этих нетрудных манипуляций вы будете довольны хорошими урожаями своих корнеплодов. Оставайтесь на канале Процветок. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего вам доброго!